Прежде всего я хочу поприветствовать вас от имени Российского посольства в Ливии. Я сегодня разговаривал с моими коллегами, я с ними постоянно на связи. Сегодня разговаривал с временем о поверенном делах России в Ливии, Максим Константинович Максимов, который попросил передать от его лица и от лица всех наших сотрудников, которые продолжают работать в этой стране, в чувстве глубокой благодарности за интерес, проявленный вами к этой теме. Мы сказали, что это их воодушевляет, и они чувствуют моральную поддержку, находясь в достаточно неспокойной стране, в достаточно напряженное время. Вкратце, Сибетова и в Ливии за последние 21 год, из последнего 21 года, я 16 лет провел в этой стране. У меня были три длительных командировки, две по линии торпедства, и последние три года я работал в посольстве, начальником торгово-экономического отдела, советником, и занимался вопросами двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Российской Федерацией и Ливийской джемахерией. В связи с тем, что я провел достаточно большой период жизни в этой стране, я к ней по-особому отношусь, для меня это часть, как говорится, моей жизни. Я люблю эту страну, люблю ливийцы, и то, что происходило и происходит в настоящий момент, для меня личная трагедия. Я читаю, что ливийцы – это добрые, немножко наивные, немножко очень похожие на советских людей люди, которые оказались заложниками этих событий. Когда все началось, год назад, примерно 8 февраля, собирались гидкорпусом, представителями иностранных компаний, резиденция немецкого посла, который организовал такую же конференцию, в плане того, чтобы обсудить перспективы развития ситуации, которая происходила в соседних странах, в Тунисе и в Египте, экстраполировав это на ситуацию в Ливии. Тогда все единодушны, и иностранные, и западноевропейские, наши представители, все говорили, что то, что происходит в Тунисе и в Египте, для Ливии совершенно неприемлемо и никогда ничего подобного не произойдет. Мы все ошиблись, не только ученые-арабисты, но и практики, которые находились в этой стране достаточно длительный период времени. никто не мог представить, что буквально через 10 дней в Ливии начнутся события, которые станут таким взрывом на новейшей истории Близнего Востока, Северной Африи в частности. Я исхожу из того, что я и мои товарищи, которые работали в посольстве в тот момент достаточно долгое время, и мы считали, что Ливия – это страна наших глобальных геополитических интересов. Мы рассматривали ее как наш плацдарм. Мы должны были сохранить, как последние солдаты империи, как Советского Союза, вот этот кусок для нашей страны. Нас там любили, нас там помнили. Российскую Федерацию имеется в виду. Очень много ливийцев учились в России. Русские напросились очень хорошо. И мы, я приехал туда в 90-м году, еще в Советском Союзе, пережил там первую эвакуацию, тогда вели санкции в 92-м. И когда наши люди уезжали, руководители им говорят, те, кто остались в посольстве, работали в Торпец, дождитесь, мы скоро вернемся, главное, держите наш, как говорится, бастион, потому что не так много мест в мире, где нас ждут, нас любят и с нами готовы работать. За эти годы нам удалось нивелировать все последствия, связанные с распадом Советского Союза. И мы за последние три года вышли на советские объемы, даже их превысили. У нас был визит в тот момент еще президента Путина. В Ливию в апреле 2008 года, когда были урегулированы вопросы задолженности, 4,5 миллиарда долларов, были подписаны крупные инфраструктурные контракты и в карантинской сфере, и в военности. И начали возвращаться российские компании на этот рынок. Начали строить железную дорогу, другие инфраструктурные проекты. Нефтяные компании получили большие участки в консессии для разведки и разработки университетов. И казалось, что у нас все будет хорошо. Но события 17 февраля прошлого года, когда начались первые волнения, поставили крест на нашей всей этой работе. Поэтому я, к сожалению, еще раз говорю, что для меня это очень больная тема. Надеюсь, она не закончилась. Мы еще вернемся к этому вопросу. Что произошло 17 февраля? Ну, я просто могу рассказать. Это как повод, наверное. Хотя все так произошло раньше в Тунисе, когда страна, которая оказалась меньше всего подвержена, как улице, каким-то катаклизмам, настолько там было все стабильно. Стабильно молодежь, молодежь, арабская молодежь, которая утратила связи со своими, как говорится, предшественниками, с родителями, которые стали заложниками интернета, телевидения нового, которое появилось в каждом доме. У них сменился подход к жизни. Они перестали ощущать нации, исламские нации. И для них ставить западные ценности, преобладать. В Ливии, в частности, очень много молодежи училось за рубежом. Хаддафиев, как бы к нему ни относиться, человеком сложный, противоречивый, но он заботился о стране, пытался повышать уровень образования молодежи. Кажется, в Маломальском и Ливийском городке был свой университет. Выпускники, которые получали высшее образование, достаточно низкого качества, но они уже, как говорится, были потеряны для нормального труда. Тем более, семьи в арабском мире большие, в Ливии в среднем по 6-7 детей в семье. Если там отец имеет лавку, то один сын его наследует этот бизнес, остальные остаются неудел. Чем-то другим интересным для молодежи средством для социального лифта поднять получение какой-то фестижной работы в ливийских условиях у них не было возможности, поэтому они стали вот этим питательным планконом, который потом эволюция использовала, против борьбы с режимом. Вот я сейчас смотрел выступление лидера 22 февраля. В этот момент, год назад, мы эвакуировали наших сотрудников в этот день в школу, женщин. Стояли мы в аэропорту сутки примерно, не могли войти внутрь здания, потому что была огромная толпа. Я видел, как ливийцы наблюдали за этим репортажем, когда лидер говорит, что будем пять за пятью, дом за домом, вилой за вилой, переулком за переулком, защищать... Они были защищать от скверны ливийскую территорию. Люди были в восторге. Я видел, как они поддельно радовались, клясали от радости, просто был восторг. Мы даже думали, что все, надо возвращаться, не надо никого эвакуировать, завтра все будет спокойно. Но лидер потерял эти четыре дня. 17 февраля, когда начались беспорядки в Бенгазе, он, как и старый, впал в ступор. И до 22 февраля его не было видно. Это надо было в этот момент принимать меры. Но он боялся перейти какую-то грань. Он говорит, что мирные демонстрации – это одно, вооруженный мятеж – это совершенно другого. В Бенгазе 17 февраля начался вооруженный мятеж. То есть, в 2006 году министр инфраструктуры Италии выступил по телевидению итальянскому в Майке, скажем, который на Бороке Мухаммеде. В этот же день, в 2006 году, толпы левицов пошли к генеральному консульству Италии в Бенгазе и подожгли его. При охране, при защите полицейского полиция применила оружие и застрелили примерно 17 человек, которые сумели отстоять некакосновенность дипломатического учреждения. Но родственники погибших в 2006 году создали свой комитет. 18 февраля ливийские спецслужбы арестовали адвокаты этой группы в Бенгазе, который выступал за права родственников погибших при нападении на итальянский генконсульство. Это вызвало бурю негодования. Полиция снова применила оружие и народ сходился, откуда-то получив оружие, приступил, как говорится, к вооруженному мятежу. Они напали на гарнизор Бенгазе, который два дня героически отбивался в нападении. В итоге они прорвались на территорию военного объекта, перестреляв практически всех его защитников, захватили оружие, в общем, большое количество, и вышли на улицу. В этот момент Каддафик принял решение разбомбить все военные склады в Бенгазе. Послал авиацию, они разбомбили. В этот момент началась жуткая, как говорится, медийная война против режима. Тут же понеслись репортажи Аль-Джазири, по другим каналам Каддафи используют авиацию, танки для подавления безоружного населения. Что это было совершенно не соответствовало действительности, недовидения. Даже наш первый канал телевидения, находясь в Бенгазе, помню нашего корреспондента Рада Зейнавова, которая в такой экспрессивной манере рассказывала, как жестоко подавляется народное восстание, не то что восстание, а недовольство режимом. При этом приводила пример, что то же самое в Триполи происходит. В Триполи было спокойно, тихо и мирно. До августа 2011 года там в принципе все было достаточно спокойно. Один раз 20 февраля 2011 года собралась толпа недовольных, которые прошли по главной улице Триполи, подожгли здание народных собраний, аналог парламента. По дороге ее встретил спецназ, применили оружие, там несколько было пострадавших, и после этого все было чисто. Город жил спокойной жизнью, и я думал, так все будет продолжаться дальше. К сожалению, в конце линии мне нужно было в связи с окончанием срока командировки вернуться на родину. В этот момент там уже наши торгово-экономические сотрудничества вернулись, потому что не до этого было, естественно. Мы увидели новую страну. То, что произошло в августе, 20 августа, когда брали штурмом Триполи с моря, с использованием иностранного спецназа. Недавно я встречался с ливийской делегацией, которые приехали сюда закупать зерно. И я говорю, где вот такой-то там на вашем месте аналог нашего Ростсельхознадзора, на этом месте был выпускник московского университета, Ах, из Бельгасима, что с ним случится? Где он, что, почему вы на этом месте? Он говорит, ну, этот господин выпал из девятого этажа, и у него когда-то случилось? Ну, в день освобождения Триполи, 20 августа. А где такой-то там, который возглавлял макомольную компанию? Ну, погиб там, потому что, в этот же день, потому что... То есть там произошла массовая зачистка чиновников прокадатийского толка, которые занимали свои должности, при этом они не участвовали в вооруженных столкновениях. То есть в этот момент произошел перелом. Дальше уже там пошел отчет времени, и все было ясно, что дальше уже ничего хорошего для режима Каддафи не случится. Главная проблема, которую я считаю, почему полный режим, это, во-первых, лидер неправильно, ну, мама Каддафи его лидера называет, лидер подумал неправильно совершенно, что он может договориться с западом. После того, как первую блокаду в 90-х годах ему удалось каким-то образом купировать, и он, посмотрев на кальций Адама Кусейна, понял, что надо быстрее отоговариваться с западом, он запустил туда американские нефтяные компании, которые были выдваны после того, как он стал во главе сентябрьской революции в 69-м году. В начале сентябрьских годов они ушли, эти компании сейчас они вернутся. Но когда они уходили, у них-то процент раздела продукции был 90-10 в пользу американских компаний. Сейчас же они пришли 50 на 50. В 2006-2007 годах наши компании «Газпром» и «Татнефть» заключили аналогичные соглашения о разделе продукции. Там у нас, к сожалению, было 10,5 на 89 с половиной в пользу ливийской нефтяной компании. И мы были готовы работать по таким. И лидер начал потихонечку американцев зажимать американские нефтяные компании на такую же примерно 20 на 80 в пользу ливийского государства. В результате этого в 2010-м году из пяти крупных американских нефтяных компаний три свернули свою деятельность и ушли. В этот момент я понял, что ничего хорошего режим Каддафи не ждет. Кроме того, его неадокватная оценка его роли в истории. Человек со временем потерял чувство реальности. Я разговаривал с молодежью, с ливистом, очень часто. Что вам не нравится? У вас стабильный автор, хорошая страна, дешевый бензин, датируемые автомобили, пароходами, корабляемые ходили, машины новых распределяют по смешным ценам среди определенных групп населения. Они говорят, а нам надоело. У нас никакого роста, мы не можем ничего изменить в этой жизни. Нам надоел наш руководитель, который наряжается в какие-то опереточные наряды. То есть это в 21 веке, и это уже не проходит. И им, кроме того, очень критило за силе семьи, лидеры его семьи, сыновей и дочери, которые взяли под свой контроль. Весь бизнес и все, что могло быть интересным в молодежи, они закрыли вот эти социальные лифты, и против них уже тогда началось очень серьезное, как говорится, недовольство среди молодежи, которая не видела себя, посреди в этой стране, для себя и для своего будущего. Я помню футбольный матч в 2006 году, когда играли две команды, принадлежащих родным братьям, два футбольных клуба, Гарли и Валит-Техат. Когда там Саад Каддафи, большой любитель футбола, ему не понравилось, что команда проигрывает, он вышел на поле с палкой, и начал избивать судью. И люди сидели на трибунах, начали скандировать, а в Вай-Вай, Масырек Зай, Удей, переводят там Вай-Вай, твоя судьба как Удей. Удей это старший сын Саддама Хусей, который погиб при взятии Багдады вместе со своим братом. Я понял, что в стране что-то очень много, что не в порядке. Еще одна причина падения режима. Засилие бюрократии на среднем и низовом уровне. То есть по городу ходили разные комитеты чистки, которые могли прийти в любой магазин, в любую лавку, потребовать взятку, закрыть его, решить прийти источник существования. Лидер решил сделать из Триполи город-сад. Начали сносить целые районы, которые издревле, издавна принадлежали каким-то семьям, где находились компактно расположенные магазины, мастерские, гаражи. То есть давали срок, чуть-чуть в месяц, уйти с этого места и очистить помещение. Ливицы не верили, они жили там десятилетиями на этом месте, работали, это был источник существования для их семей. Приезжают бульдозеры, экскаваторы, начинают сносить все, что можно снести, оставляют только мечети. Это неприкосновенно. Я видел, как они судорожно пытаются вынести свои вещи из этих магазинов. Я понял, что зреет и градус недовольствия. И вот, когда появился первый удобный случай, это недовольствие вылилось на улицу. Главным образом, восточных районах страны, которые были обижены за, как им казалось, неправомерное распределение народных богатств, это вспыхнуло в Бенгазе, в Тобруке, в Дерне, в Тобруке там сразу, очень резко, буквально в самом начале восстания, в феврале, в конце февраля прошлого года, толпа там захватила полицейский участок, повесили тут же сразу двух полицейских, я понимаю, что я понимаю так. И после этого, этот город, все понимали, что либо надо до победы, говорится, валить режим, либо надо убегать в другие страны. И этот момент, когда-то упустил момент, надо было не сидеть, три дня не думать, что происходит, принимать меры, но он этого не сделал. Была принята первая резолюция, после чего у нас, как говорится, лидер перестал, как говорится, использовать армию для подавления бунтов. И перед принятием второй резолюции, 17 марта, он вызвал посла России, Китая и Индии, сказал, что он все понял, что совершил глупую ошибку, надеявшись на Запад, поставил на него, что теперь, если вы нам поможете, мы передаем все инфраструктурные проекты, все нефтяные контракты этим трех странам, только помогите, пожалуйста. Наш посол, Владимир Васильевич, написал телеграмму, что вот такое поступило, как говорится, предложение от лидера. На следующий день он был, как говорится, отставлен, да, впервые, можно сказать, в истории российского МИДа и советского. И целый год уже, как говорится, в Ливии нет посла, и мы остались на сейчас очень тяжелом положении, когда мы там работали бесплатно, занимались эвакуацией российских граждан. Вот недавно я узнал, что назначен новый посол, мы с ним в субботу разговаривали, Иван Николаевич Молотков, он недавнего времени работал советником-посланником посольства России в Египте. В прошлую пятницу он вернулся из Египты в Москву и думал, что в начале марта он уже будет там, поэтому будем надеяться, что ситуация немножко изменится. Сейчас там находятся порядка 30 наших соотечественников, которые работают в посольстве, и, как говорили, я сказал, что они очень рады, что их не забывают, и мы обсуждаем это очень серьезно для всей страны, и для мы в частности. Я понимаю, что тут можно говорить очень долго, если какие-то будут вопросы, я готов потом сейчас заморозветить на любое, если что, в чем, что мы не будем занимать трибуну. Спасибо большое. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok,